Приветствую вас! Сегодня увидел такую новость, ну, точнее мне гугл показал, но не мог не пройти. Я думаю, сами шарашили. Значит, «Русская весна», ну, сами понимаете, что это за сайт, цитирует Олега Тяхнеблока. Тяхнеблока, господи, Тяхнеблока. Кто такой Олег Тяхнеблок? Если кто не знает, он лидер партии «Свобода». Сразу для всех самых любознательных рассказываю. Сама партия «Свобода» — это обычный бизнес-проект. Я знаю, знаю, что вы там про его ругаете и любите, но там есть небольшая группа радикалов, причем очень часто они вообще не являются членами партии «Свобода», а просто участвуют в мероприятиях. Сама партия «Свобода» — это проект, который придумал вот этот американский советник Манфор... Ой, у Януковича был. Манафорт! Господи, уже первая. А финансировал, создавал эту клюв. Да, это его проект. Ну, логика была банальная. Сделать партию, которая подтянула радикалов. Да, на каком-то этапе. И, еще раз говорю, ребята очень меркантильные. Хорошие, замечательные. Я сразу говорю, депутатов знаю. Если вы заплатите, они завтра будут кричать «Путин!». Ребята, только бабло. Только бабло. Все, все ничего лично. Но! Партия есть, фасад есть, лозунги есть. Все гениально. И вот что здесь сказал Олег, вот фамилия Бог дал ему. Тягни Бог! Кошмар. Но он сказал, что... Тягни Бог сказал, какие области Украины планирует забрать Польшу. Ну, здесь, конечно, Галицию, Волынь, Малопольша и так дальше. Значит, смотрите, что я должен сказать? Ну, это его мнение. Ошибочно, абсолютно. Польша никогда, никакие области Украины захватывать не будет. Польша это не Россия. Поймите, Россия это, тем более времен Путина, это, ну я вам скажу, 19-18, туда, туда, туда. По этой причине, потому что Путин захватил Крым, это чисто вспомнил времена Российской империи. Да, когда-то в старые времена действительно делились захватом чужих территорий. И вот Путин повторяет, но беда заключается в том, что в России это любят. Любят, собрание земли русской, тема шикарная. Я не знаю, как лично Путин к этому относится, но он ее поддерживает, потому что он подробнее как. По этой причине, да, Россия захватила, Польша никогда. Запомните, сейчас не 19-й век, в России это просто не понимает. 21-й. Что это означает? Сейчас захваты экономические. Да, вот экономически Польша действительно может захватить Украину. Не спорю. Абсолютно вот это реально. Тут залегаем и согласен. Причем не часть, а даже большую часть, в том числе восточную Украину. Смотрите, сейчас как бы незаметно, но Польша действительно про такую экономическую атаку на Украину не все получается. Сразу говорю, не везде ее пускают. Чаще всего даже не пускают, но лиха беда начала. Мало того, смотрите, как ситуация. То, что там кричат, махают, это все чепухать. Законы принимать там. Бизнес движется. Еще раз говорю, сейчас что получилось? Действительно, очень много украинцев работает. Польша будет работать еще больше. Как-то поляков дают. Мало того, польский бизнес заходит в Украину. Не только в западную. Вот это самое интересное, что он сейчас везде, также Одесская область. Сейчас в Одесской области действительно польские бизнесмены, ну, опять скажете, из представителей других украинских национальностей затеяли очень шикарный бизнес возле портов. Я уверен. Причем, смотрите, в чем фишечка. Грузы с Китая идут в Одессу и дальше уже по совместному, скажем, польско-украинско-немецкому-шведскому контракту. Круто! Не то слово. Нет, действительно, вот Польша довольно сильно. И здесь действительно экономический захват, да. Согласен. Турция так присматривается туда-сюда, потому что тоже. Вот понимаете, сейчас, ну, Китай я вам давно рассказывал. Вот в мире сейчас умные страны как? Экономические захваты. Экономические захваты. Да, некоторые страны бывают сложные, некоторые проще. Ну, тоже не тайно. Потому что уже в Польшу сильно зашел капитал и даже, скажем, Польшу захватила Германия. Экономически захватила, сильно захватила. Понимаете, сейчас на сегодняшний момент польский бизнес вынужден подстраиваться под немецкий. А вот польский хочет так зайти в Украину и заходит. Но сейчас он на уровне среднего. Крупный, тут наши держат барон сильно. А средний, да. И действительно, вот вы понимаете, в чем дело. Сейчас это незаметно, но пройдет 10 лет. И вы видите, что в Украине довольно много польского, чешского, немецкого бизнеса. И вот это будет экономический захват. Территорию никто захватывать не будет. Еще раз повторяю. Территория никакой ценности не представляет. Экономика, экономика. Это факт. Так что, ну, что мы сказали. Действительно новость просто обалдеть. Русская весна, Олег Технибол. Но в тот же самый момент, ну, с точки зрения болтовни, да. А вот если отбросить болтовню, действительно, Польша экономически очень, не то, что она хочет. Она реально захватывает Украину. Но здесь возникает ситуация. Удастся ли украинским олигархам захватить Польшу? Посмотрим. На всяком случае, пока таких движений нет. Но это же пока. Все же может поменяться. Мало того, действительно, соглашение про ассоциацию дает украинским олигархам зайти в Европу. Понятно, зайти в Германию сложно. В Францию сложно. Я много раз говорил, конкурент никто. А вот зайти в Польшу наши олигархи смогут. В Чехию смогут. В Словакии смогут. В Венгрию смогут. То есть, ну, они могут зайти туда, где немножко попроще. Но здесь сложнее, да. В Италию даже может зайти. А вот в Германию, конечно, там зубы поломают. Вот такая ситуация. Так что, русская весна за украинских националистов. Еще раз говорю. Партия Свобода – это обычный бизнес-проект. Они сейчас очень обижаются, что они не вошли в Верховную Раду. Чисто потому, что, ну, как бы, денежки. Что касается их антураж, ну, а что остается? Да, они на это работают, их амплуа. То же самое, как Путин работает в собрании земли русской. То же самое. То есть, два крайности. Ту-ту-ту-ту. На, денежки! Да ладно, мои ребята.